Что нужно делать, чтобы на твоих рилсах или любой рекламе останавливались и смотрели ее? Ключевое — это понимать аудиторию, то есть понимать запросы людей, которым ты пытаешься продать. Потому что зачастую самая большая проблема в том, что эксперты или блогеры оторваны от тех людей, кому они что-то транслируют. И моя задача как маркетолога — соединить их. То есть, по сути, весь контент — это мостик от личности блогера, эксперта к клиенту. Или к зрителю. То есть у блогера тоже задача продвинуть себя как эксперта в контенте. То есть блогер — это не просто какой-то рандомный товарищ, который что-то снимает, что он ест, где он спит и так далее. А он себя все равно позиционирует как человек, который создает качественный, классный контент всегда. И за это ему платят бренды, когда они сюда встраивают свои продукты. И, по сути, блогеры и эксперты должны понимать, как они могут донести свою информацию быстрее до конечного потребителя. И тут, конечно же, важно анализировать тех людей, которые у тебя купили, почему они это сделали, кто не купил, почему они этого не сделали, как сделать так, чтобы они купили, что им надо предложить. Для кого-то это будет сервис. Да, у нас на рынке сервис очень хорошо развит, и важно не выпускать его, потому что он действительно помогает и найти путь к сердцу клиента, и помогает чек повысить, что тоже важно. То есть зачастую на рынке может быть одинаковый продукт, но у одного есть лучший сервис, у другого чуть ниже сервис, и клиентов, и чек будет выше у первого, у кого лучший сервис. То есть вот об этом, обо всем мы и разговаривали. Я показывала несколько кейсов, показывала кейсы с Reels, потому что Reels сейчас тоже один из инструментов продаж, но, как правило, мало видеомейкеров с этим работает, как с инструментом продаж. То есть, как правило, работают просто с элементом контента какого-то, чтобы просто было видео, но видео без смысла сейчас плохо работает. То есть мы все равно должны доносить какие-то вещи через него, если это невозможно сделать визуально, значит, мы должны доложить текст, который донесет то, что нам надо. Вот, загрузила. Не загрузила, я слушаю внимательно. Мне очень интересно, вот много молодых специалистов, которые начинают развиваться вообще в этих структурах, им надо обязательно как-то начать продавать себя. Есть ли у тебя какие-то советы по тому, как, например, начинающему оператору или монтажеру заходить в эту индустрию и начинать там как бы искать себе работу? Ну, первое время, вот могу сказать просто по тех, с кем я работаю, из начинающих, хорошо работает схема, когда начинающий делает какой-то… И у меня, соответственно, приходили ребята, которые хотели обучиться основам маркетинга для себя, для тех, кто пока не понимает, что он может делегировать или вообще, что ему нужно сделать, чтобы себя продавать. И у меня были люди, которые с нуля также приходили. И они выходили на первый стабильный доход в месяц вот благодаря тому, что они научились вообще смотреть на свой продукт, создавать свой продукт, который будет актуален на рынке и продвигать его через соцсети. То есть у меня работают два канала, это Инстаграм плюс Телеграм. И вот им я рекомендую либо пойти в народ, поговорить с аудиторией, с той, которая у них есть в подписчиках, будь то 100 человек, 200 человек, 400, неважно, и спросить, что им интересно, чтобы они хотели, какие у них есть проблемы в этой нижней части, если они подписаны на блог по теме, например, психология, значит, что-то их здесь интересует, значит, что-то есть какой-то вопрос у них, который они пытаются для себя решить. И в этом случае я рекомендую поговорить с этими людьми, да, то есть что вы ищете, какой ответ на какой вопрос вам нужен, почему сейчас не получается его решить, как вы пытались решить, почему не получилось, и предложить свое решение, да, соответственно, это первый вот шаг к тому, чтобы человек закрыл клиента там на консультацию или на что-то, на что-то минимальное хотя бы. И второй шаг тоже хорошо работает в рамках инфобизнеса, в частности, это сделать какой-то сильный кейс известному блогеру, то есть зачастую это бесплатная работа, когда… То есть просто написать ему, обратиться, вот, хочу с тобой поработать. Да, у меня вот так вот есть знакомая девушка, она, правда, астролог, да, казалось бы, совсем такая отлетевшая ниша, но тем не менее, она просто писала тем блогерам, которые ей нравятся, которые ей откликаются, и в том числе она написала Аязу, которая вообще равнодушна к астрологии, на секундочку, она писала еще там нескольким крупным блогерам, и тот же, например, Аяз, он сказал, я не верю в астрологию, потому что мне кажется, это меня программирует, но если тебе как бы хочешь, напиши, ну как бы без гарантии. И она ему написала, он посмотрел ее прогноз, какой она ему расписала, она такой как бы очень приземленный материалистичный астролог, то есть не вот там какие-то эзотерические вещи, а реально очень практичные вещи, и он ее пригласил к себе в лайк, и так она попала к нему, стала кейсом там, и сейчас она один из спикер в лайке, вот, то есть это заняло у него где-то год, но тем не менее, это крутой путь, и сейчас она собирает, во-первых, она повысила несколько раз чек, естественно, во-вторых, у нее есть кейс Аяз, там и другие блогеры, там, по-моему, у нее Хацкевич и так далее, то есть многие женщины, блогеры, естественно, тоже, с кем, так же кому она предлагала разборы, и, соответственно, у нее есть определенная медийность за счет этих блогеров, и она уже собирает группы, где она проводит свою практику, тренинги, обучает кого-то астрологии и так далее, и проводит консультации, то есть это тоже путь. То есть очередной раз все говорит о том, что не стесняемся, делаем. Да, то есть, по сути, здесь очень многое в голове находится, да, то есть, вообще, я не люблю слово начинающий, потому что, как правило, начинающий — это уже хороший такой продолжающий, просто который пока вот как-то не хакнул систему какую-то. Но скол, Дудя, начинающий, хороший, продолжающий. Да, то есть ко мне приходят там люди, которым лет 30, они говорят, я начинающий там, не знаю, ну, допустим, рилсмейкер, да, рилс появился в 21 году, я начинающий рилсмейкер, мне там 35 или 30. Я всегда задаю вопрос, а чем ты до этого занимался? Кто ты был? Это может быть бухгалтер, это может быть фотограф, это может быть, не знаю, еще кто-то, да, там кто-то может быть копирайтер, и, по сути, это тоже бэкграунд, который вы можете приложить в эту новую нишу, в которую вы пошли. То есть если человеку стал интересен рилс как направление для развития, и у него есть бэкграунд бухгалтера, значит, он может сделать какой-то просчет, да, то есть это сильная страна. Если у него есть копирайтерские навыки, и он пошел в рилс, а не просто подписывайся, да, или там переходи в шапку, а что-то большее, то есть додавать дополнительные смыслы, я всегда призываю делать этот микс, то есть не отрекаться от прошлого опыта, да, который был, а именно капитализировать, то есть искать пересечения и продавать себя на пересечении этого опыта. То есть, грубо говоря, я, например, на рынке инфобизнеса, когда заходила, я говорила о том, что я работала 12 лет в твердом бизнесе. Я работала с логистикой, я работала с разными странами, я работала с культурными особенностями, я работала с разной подачей одного и того же продукта. То есть это твердый бизнес, твердый продукт, который мы продавали с полок. Ну вот это вот как раз таки интересно, но как бы маркетолог тот человек, который помогает продавать тот или продукт, или услугу, или человека. А как ты сама себя продаешь сейчас? Или вообще нуждаешься для этого? Сейчас я уже себя никак не продаю. У меня, наверное, года два последних просто есть ряд проектов, которые меня смиренно ждет, когда я закончу один проект и перейду к ним. Но по сути, когда вот я свой проект начинала, в прошлом году, получается, в 20-м году я вышла в онлайн-бизнес, в онлайн-образование. Я работала как продюсер, как маркетолог был мой первый проект. Мы сделали хороший запуск на 19 миллионов. То есть у нас там был убитый гивами аккаунт у эксперта на 100 тысяч подписчиков, убитый гивами. Мы его через сториз подняли по охватам, там с 2 тысяч охватов до 8 тысяч и продали на 19 миллионов. Тогда не было еще телеграм, так в таком доступе был инстаграм в основном, то есть таргеты, вот сториз, основные каналы. И так я поняла, что я могу быть больше, чем маркетологом, и дальше уже работала как продюсер, как продюсер-маркетолог, соответственно. И год еще, наверное, вот до 22-го года я работала вот в таком формате, в бьюти-нише в основном, в проектах. И в 22-м году я решила сделать свой проект. И когда вот я начинала свой проект раскручивать, продавать себя именно уже не как продюсера в партнерство, а как человеку, у которого ты можешь поучиться, это кейсы, конечно же, упакованные, да, то есть что ты можешь вообще предложить человеку, какой у тебя есть опыт, это и негативный опыт в том числе, может быть, да, то есть из которого ты что-то вынес, как не работает, например, как можно не делать, вот. И это, конечно же, верить в свой продукт. Ну, то есть, по сути, если ты считаешь, что твой продукт, ну, как бы так себе история, то, скорее всего, все так и будут считать. То есть ты должен быть уверен в продукте, ты должен быть уверен, что он актуален, что он крутой, что он работает. И в идеале, конечно же, у тебя должна быть своя методика. То, о чем вот тоже я говорила в зале, что на рынке есть лидеры, есть те, кто следует лидерам. И я всегда работала с лидерами и создавала этих лидеров. И здесь минус какой, что тебе не с кого копировать. То есть ты и так как бы на вершине, ты должен удержать. Потому что как только ты что-то придумываешь, это сразу, мгновенно забирают остальные. То есть вот эта стратегия в английском маркетинге называется «me too», то есть «я так же». Это стратегия вторых. Если ты хочешь быть лидером, ты должен быть готов к тому, что ты пробуешь новое, ты можешь где-то пролететь. Где-то ты рискнешь и сорвешь куш какой-то, и отстроишься. То есть вот этот вот голод до лидерства, он хороший тоже инструмент. То есть я у себя всегда миксую. Я, наверное, вот в рамках продюсирования в нашем сообществе как раз известна тем, что я тестирую очень много гипотез. Я скрещиваю нескрещиваемые какие-то странные форматы, и они выстреливают. И дальше уже раскладывают на алгоритм, как это получилось, как это можно масштабировать, куда это можно еще применить. И так это расходится дальше. То есть я в свое время, в прошлом году как раз стала кейсом среди продюсеров в ниши, в которой вообще никто никогда ничего не продавал. То есть мы… Это что? Это парфюмерная экспертность. То есть мы обучали девушек на нюх разбираться в ароматах, что из чего состоит парфюм. И мы зарабатывали от 3 до 5 миллионов ежемесячно на этом. И когда об этом люди слышат, они говорят, господи, ну как бы понятно, что можно продавать профессию, и понятно, что можно продавать какие-то, не знаю, психологию состояния, там, медитации, еще что-то. Но когда это просто какой-то непонятный навык, непонятно для чего он, то есть его никак особо там не измерить, да, то есть это просто вот женская, видимо, природа, что мы хотим прикоснуться к какой-то эстетике, да, к какой-то вот этой вот истории, к парфюмерии. Потом мы сделали из этого профессию. Мы сделали на рынке такую профессию, как эксперт парфюмерии, и у нас работали консультанты в магазинах после наших курсов, которые помогали девушкам правильно выбрать. Мы ввели такое понятие, как аромапсихология, как аромат влияет на тебя, тоже на позиционирование твое, да, что есть какие-то ароматы, которые человек считывает подсознательно, и ты себя не так продаешь, как ты можешь себе продать, да, грубо говоря, есть запах влияет на определенные зоны мозга, и, собственно, ты производишь определенные впечатления, то есть либо ты более игривое впечатление, там, романтичное, либо более серьезное, сдержанное, да, которое как раз бизнес и так далее. То есть это все мы упаковали в такой полномасштабный курс и уже продвигали. И это было очень странно по тем временам, но и сейчас оно как бы вызывает такое удивление. Вот, поэтому после этого продавать уже можно все, что угодно, можно упаковать. Главное, если есть экспертность, да, если есть какой-то вот опыт твердый реальный, и если есть с вами дологи, то совсем шикарно, потому что это будет очень легко продать, очень легко будет рассказать об этом, показать результаты с этим. То есть вот новичкам я вот это, пожалуй, посоветую, найти свой метод, не бояться себя заявлять, не бояться делать кейс, экспериментировать, да, и показывать это клиентам потенциальным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...